Муровский престол В 203 году За несколько лет до этого Святой Петр заболел проказой От которого никто не мог его излечить В сонном видении Князю было открыто, что его может исцелить Дочь пчеловода Благочестивая дева Феврония Крестьянка деревни Ласковой брезянской земле Святой Петр послал в ту деревню своих людей Когда князь увидел святую Февронию То так полюбил ее за богочестие Мудрость и доброту Что дал обет жениться на ней После исцеления Святая Феврония Исцелила князя И вышла за него замуж Святые супруги пронесли любовь друг к другу Через все испытания Гордые бояре Не захотели видеть княгиню Из простого звания И потребовали, чтобы князь отпустил ее Святой Петр отказался И супругов изгнали Они на лодке отплыли Бакия из родного города Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра Но вскоре город Муром постигл гнев Божий И народ потребовал, чтобы бояре Умолили князя вернуться назад вместе со своей Февронией Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года Приняв перед этим монашеский постриг С именами Давид и Ефросиния Тела святых были положены в одном гребе Святые Петра и Феврони являются образцом Вестерского супружеского Своими молитвами они низводят небесное благословение На вступающих в брак Святые супруги прославились благочестием и милосердием Петр и Феврония пример земной любви Они и после смерти расстаться не могли Все в мире христиане почитают их Они достойны были звания святых Праздник их сегодня все вместе отмечаем В семейной жизни счастья родным друзьям желаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok